Всем привет! Вы на канале LUMINE, и это видео-обзор скетчбука. Скетчбук появился у меня очень случайно, очень спонтанно. Мне нужно было чем-то занять свое время. И это, кстати, мои первые работы в традишке, которые я готова показать. Ну, так вот, на канале, который не стыдно показать. Ну, давайте покажу вам первую страничку, начнем с нее. Скорее всего, вот это вот эта дата начала скетчбука. Но это не точно. Я почему-то думала, что это дата смены ника. Но нет. Есть всякие мотивационные фразочки. Также здесь есть дата начала плампов, когда я начала создавать плампов. И какие-то странные картиночки. Ну, и кактусики. Кактусики, да, это очень мило и классно. Так. Начнем. Первый рисунок здесь это Настя Горбатова в инстаграме. Фоточку увидела. Она мне очень понравилась. Я вообще люблю очень сильно рисовать красивых людей. По-моему, я здесь только добавила кровь на свое усмотрение. Потому что, ну, я, по-моему, везде всем рисунком добавляю кровушку. На мой взгляд, это очень классно. Добавляет какого-то, ну, не знаю, отвращения, внимания к рисунку. Так. Дальше рисуночек. Это, получается, Лена Шейдлина. Но референс я взяла с другой фотографии. Мне просто понравился очень сильно ракурс. Что я здесь изменила? Получается, я изменила бровушки. Добавила щупальца. Пузырьки. Обожаю пузырьки добавлять в людей. Это очень-очень классно. Вообще, на тот момент я гуашу не рисовала ни разу. То есть, получается, все вот эти работы я просто брала и рисовала, пробовала. И мне нравилось, как получается. Так. Это скетчик Амалии Благой. Амномалия, что ли, сейчас у нее ник в Инстаграме. Увидела фотку, понравилась, зарисовала. Ну, да, я люблю рисовать красивых людей. Так. Это фоточка. Здесь я, по-моему, добавила только вот эту вот палочку. Суши и глазик. И вот эти вот патчоки. А так, тоже увидела фоточку. Очень сильно понравилось. И, блин, ну вот этот шрам. Я в нем удивилась. Ну, котоножки, конечно, уже на тот момент были. Но классно-классно. Так. Эта фотография очень сильно понравилась по формату. У меня до этого уже был малыш двухцветный. Правда, белый был с другой стороны. Но, ну, скорее всего, в памяти у меня отложился момент как раз вот такого вот черного и белого. Потому что я миниматора, когда делала, я сфоткала его точно так же. Здесь будет фоточка. Скорее всего, где-то в подсознании, в подкорочке отложилась эта работа. Но она произвела на меня нереальный фурор. Что мне даже хотелось ее зарисовать и раскрасить. Мало того, что надо нарисовать, надо еще и раскрасить. Это самое сложное. Это я принимала участие в челлендже перерисуя. Мистикал Боттенс Арт. Короче, не бейте меня за мой английский. Я очень люблю рисовать в реализме. Поэтому я нарисовала мальчика в реализме. А вот такой вот мальчик у нее был. Да. Давайте я вам тоже его покажу. Тяжело было рисовать лысеньку. Вообще очень тяжело на самом деле. Ох! Про это я сейчас расскажу очень интересную историю. которая даже немножечко повлияла на меня. Я думала, что я больше вообще не буду рисовать. Получается, я выложила этот рисунок. И девочка меня запостила в сториз. Написала, что из раздела своей фантазии нет. И меня это так задело, потому что прилетели ее подписчики. Начали меня хейтить. Типа, что у тебя своей фантазии нет? Что-то у нее ты решишь идеи. А я такая, а кто это вообще такая? А почему так получилось? И разница в публикации моей и ее была, ну, именно в профиле была там, ну, по-моему, в день. Но самый прикол, что когда в сториз я выкладывала, у меня даже было раньше, чем у нее опубликовано. Но нет, все равно как бы фантазии нет у меня. И это настолько неприятно, потому что я потом думала, а зачем я вообще рисую, если уже все давно придумано. И кто-нибудь может тоже так заявить, сказать, что я у кого-то что-то стырила. На самом деле, если посмотреть ее фотографии в профиле, то тоже можно сказать, что она вдохновляется, ну, разными постами из Инстаграма, из Интересного, из Пинтереста. И как бы почему-то она не считает, что у нее нет своей фантазии. Поэтому мне было бы приятно, если бы она принесла свои извинения так же публично, как меня, ну, оскорбила, унизила, сказала, что я ничто, что у меня нет творческого потенциала. В общем, да, было неприятно. Я потом очень долго не рисовала, но, наверное, недели две не могла сосредоточиться, потому что, ну, реально переживала. А потом я сделала вот этот рисунок. Получается, концепция какая? Волосы у нее нарисованы под формат Луны. Ну, это вы можете обратить внимание, ну, тут очень спокойно видно. Глаз Космос, Луна. Получается, этот большой глаз, это ее глаз. Вы обратите внимание, что здесь у подтеки. И должно было быть так, что из ее глазика, ну, я хотела видео сделать, выходит вот такой вот большущий глазик. Но у меня не получилось. И оно должно было туда-сюда так переливаться. Работа, я считаю, очень классная и достойна там, не знаю, вашего лайка. Можете подписаться там, лайкнуть, посмотреть, прокомментировать. В профиле, в инсте, на ютубе тем более. Так, это спетчики, это Ангелина Хакова, модель из Тюмени. Тоже из серии «Красивые люди, надо зарисовать». А здесь мне еще за волосы не так стыдно, как, например, вот здесь. С волосами у меня вообще дикая проблема, наверное, поэтому я не рисую плампов. Но здесь мне очень нравятся цветочки. Этот портрет был для девочки, которая выиграла в конкурсе. Я проводила конкурс на бесплатный портрет, тот промежуток тоже. Это, кстати, 2018 год, лето. Ну, июль, автуст. Потом здесь идут зарисовки плампов, выкройки плампов. Где-то тут что-то еще. А, здесь я пыталась зарисовать свою аву для Инстаграма, для Контакта, группы. Но я поняла, что акрил это не гуашь, и оно очень сильно блестит, поэтому дальше вот такого это не ушло. Но я потом в графике нарисовала этот рисунок. Так, и что здесь еще можно показать? Тут опять всякие скетчики, скетчики. Я, правда, потеряла в своем скетчбуке. Здесь где-то еще есть неплохой разворот, который не стыдно показать, но я не могу его найти. А, вот. Получается, это я себя рисовала. Ну да, я часто себя рисую, потому что мне нравится себя рисовать. А еще здесь есть такой вот скетчик. И все. Тут много пустых страничек, и больше тут особо показывать нечего. Ставьте лайк, если вам понравился такой обзорчик. Пишите в комментариях, какая вам работа больше всего понравилась. Ставьте уведомления, чтобы не пропустить новые видео на канале. И подписывайтесь, следите за мной, за моими работами, за моим улучшением моих работ. Скоро будет очень много творческого, полезного контента. И всем пока-пока-пока!